За время строительства вольера временного содержания диких животных на мысе Ая, этот объект оброс легендами и домыслами. Слышали о нем многие, но лишь неутомимые любители пеших прогулок бывали здесь. Проезд для транспорта строго ограничен. Вот устное народное творчество при недостатке информации и сделало из воспроизводственного вольера охотничьи угодья и приписало их президенту страны. На самом деле, никакого отношения он к вольеру не имеет. Вольерный способ содержания зверя сегодня позволяет избежать близкородственных связей между особями, улучшить и усилить породу. Это один из реальных способов борьбы с вырождением лесного зверя, живущего в малом ограниченном ареале. Идея создать вольер принадлежит севастопольскому предпринимателю, заядлому охотнику. Финансирование, проектирование и строительство взяла на себя фирма «Лада». Эксплуатирует вольер орлиновское охотничье хозяйство. Мы находимся с вами на скальном выступе на самой западной точке вольера для диких лесных животных. Отсюда в хорошую погоду открывается замечательный вид на вход в Балаклавскую бухту, Василеву балку, вершину Каябаш, мыс Фиолент. Отсюда, как на ладони, виден весь Севастополь. Сегодня дымка, видимость неважная. Но отсюда открывается вид также еще и на мыс Ая. Как и было объявлено еще в прошлом году, вольер остается общедоступной территорией. В трехкилометровом ограждении есть пять калиток для беспрепятственного прохода людей. Только открой ее и закрой потом за собой. Зверю запрещено пока покидать вольер. Это уже позже будет проводиться искусственная миграция зверя, обмен с другими питомниками. Сегодня в вольере обитает стадо из трех взрослых особей оленя благородного и маленьких оленят. Есть кабаны и косули. Увидеть их днем сложно. Они ведут ночной образ жизни. Но следов их по лесу много. Особенно у водопоя и у кормушки. Вода крайне важна для вольера. И она есть. Даже в жаркий июльский полдень она утолит жажду зверя. Еще одна новация. В старых чаирных садах работники орлиновского охотхозяйства на стволы и ветви старых яблок и груш привили новые культуры. Таких деревьев уже более сотни. Владимир Иларионов. Программа «Наше время».